Первая книга царств, глава тридцать первая. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гелвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана и Аминадава и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему, — Обнажи меч твой, и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец же, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди израильские побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, падших на горе Геловуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить осем в капищах идолов своих и народу, и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иовиса Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иовис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иовисе, и постились семь дней.